Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Это Москва. Безумный злой декабрь 2011-го. Казалось, на Болотную площадь стеклись отбросы со всей России. Смотрите, как экзальтированно влюбленные в западные ценности люди давятся собственной злобой и разбрасывают споры псевдодемократии. А это октябрь 2015-го. Новый Уренгой. Газовая столица стратегического региона. В редких рядах митингующих граждане других государств и люди, у большинства из которых законных оснований на получение жилья нет. Так много детей! Мы замерзли! Мы замерзли! Мы замерзли! Мы замерзли, добиваясь твою волну! Ему едва исполнилось 10. Он еще интуитивно чувствует ложь и его корежит от происходящего. Но он уже невольный участник протестных митингов. Его и еще десяток детей учат навыкам шантажа и давления на власть. Новый Уренгой уже три месяца не сходит с информационной повестки федеральных и западных СМИ. Повод беспроигрышный. Социальная несправедливость и чиновничий беспредел. Вот Жанна Белик, организатор акции протеста, в эфире «Радио Свобода» обвиняет власть в том, что ямальцы живут как бомжи. Я даже падаю иногда вот тут вот. Если скользкие носки или скользкие тапочки, я падаю вот тут. А это жалуются корреспонденту НТВ, забыв упомянуть, что квартиру в новом доме она получила в ноябре. О протестных митингах, передергивая факты, рассказывают в том числе и запрещенные в России информресурсы. Например, Каспаров.ру, который финансируется на западные гранты. Вывод очевиден. Протестные митинги не стихийны. Замеченные на них коммунисты от руководства открещиваются обеими руками. Да, изначально в Новом Уренгое наше местное отделение поддержало требования, потому что пришли люди. Но дело в том, что когда стали разбираться конкретно, то получается так, что не все жители на самом деле имеют право. Не все. Не особо вдаваясь в подробности, освободившееся место поспешили занять либерал-демократы. Говорят, Сокол и Жириновского готовы выйти на улицу и поддержать тех, кто пытается взять горлом. Законные очередники в шоке. У халявщиков появились политические покровители. Инну Еременко на митинги тоже зазывали. Не поддалась. Люди многие пытаются, незаконно пытаются получить жилье. Устраивают митинги у нас здесь на площади, плакатами ходят. Ко мне неоднократно подходили, тоже говорили. Не хотите с нами поучаствовать, записаться к нам, с нами в нашу команду? Ну, нет. Мы знаем, что мы свое жилье получим. Нарушать закон в угоду тем, кто разбрасывает споры деструктивной оппозиции, власть не собирается. Москвич с сомнительной репутацией Александр Зимбовский с удивительным постоянством наезжает в Новый Уренгой. Говорят, ему все равно, где и когда стоять в пикетах. Лишь воплотили. Есть сведения, что услуги подобного рода стоят до полутора миллионов рублей. Деньги он отрабатывает. Честно. Мы хотим, чтобы проснулось или поснимали нашу администрацию, поменяли. Бывший военнослужащий Валерий Рощин призывает к госперевороту в миниатюре. Судя по всему, именно этого и добиваются те, кто хочет привить уренгойцам принципы псевдодемократии. Узнаете? Тот самый оппозиционер-коммерсант, торгующий социальным протестом. В Новом Уренгое с высокой трибуны он призывал горожан жестко учить чиновников. С детьми, одеялами и бутербродами захватывать администрацию. А почему там все они пуганы? Ну, что они пугают? Многодетная мать Ольга Кубышкина тоже покричала на митинге по науськиванию белик. Потом одумалась. Говорит, прозрение наступило после круглого стола в администрации. Шибко ей не понравился этот засланный казачок-провокатор. В общем, решила отойти. Но из клана митингующих, как из секты, выйти непросто. Ей до сих пор пытаются по-мелкому гадить. Но она свой выбор сделала и больше к ним не ногой. По ее ощущениям, эти ребята научились играть на струнах человеческой души и умела вызывать в ней все негативное, что доселе дремала и ничем не давала о себе знать. Больше, конечно, там грязи ненужного. И вообще дезинформации очень много. Людей заводили в заблуждение. И когда это я поняла, когда я вот это все переосмыслила, я сказала, нам с вами не по пути. Ситуация в целом понятна. Людей подцепили на алчности и социальной неустроенности, главных составляющих любого протеста. Но эмальцы умеют думать. Стоять на площади в защиту сомнительных идей никто не хочет. На последний митинг из ста заявленных явилось всего шесть человек. Я, скажем так, ездил по городу, видел, кто вышел на этот митинг. Из тех, кто был, ни у кого законных прав на предоставление жилья. Ситуация активно обсуждается в соцсетях. Как ни странно, но люди на стороне власти и закона. Жалуются. Они митинг-видители устроили. Хватит хренью страдать. Идите работайте, показушники. Ждать халявы – это по-нашему, по-уренгойски. Купить джип за три миллиона и поставить его возле деревяхи – тоже по-нашему. Всегда удивлялась людям с отсутствием собственного мнения и ведомым. Куда скажут, туда и пойдут. Любители халявы. Сюжет на НТВ отклика в сердцах ямальцев не вызвал. Маховика лжи раскрутить не получилось. Просто федеральным каналам нужны сенсации, скандалы и митинги тоже. Ничего личного. Рейтинги. И работникам дружественных организаций.